прежде всего хочу поблагодарить ребят за донатики это было вне стрима поэтому благодарочку кидаю сюда привет братцы короче считайте что это видео предисловие такое вот вступление в одну очень большую и для меня очень важную тему я готовлю материал по этому вопросу чтобы его раскусить прям от и до я предлагаю зайти немножко издалека сейчас я буду потихонечку разбирать по кусочкам эту тему чтобы потом чтобы вы уже были подкованы и никаких вопросов лишних у вас не возникало чтобы вкусить в общем все самого начала и до самого сегодня по большей части речь пойдет о раме потому что он является важным элементом во всей этой истории и начнем наверное с него с его и начнем год назад на видео про оформление черепа кошки я вам рассказывал про то что рамоч каждый год в масленицу ставит прилавочек самодельными игрушечными ножиками и топориками и этот год не будет исключением процесс подготовки уже вовсю запущен меня не волнует мне нужна подставка под горшок опять объемы до к масленице смотрю растут чуть-чуть чуть-чуть очередную армию орду целый все разные формы да ну вот эти плохо идут ну хотя как плохенько их остается там штуки по три по четыре керамбиты вот эти все разбирают потому что да брату младшему под ребро блять новая позиция новая позиция в плане того что от хэллоуина было ну а чем прикольно да мне дети подошли стали мы хотим такие же нет я вас понял в капусту матчат но из дочек под покороче и . чтобы детской рулеводов хотя одну вот детскую но наш замок уточиться уточиться под точиться надел здесь в качестве пробы топоры накладка детский топор другой топор третий топор еще топоры еще это вот из старого и старой придумать но они штуки 23 у таких не осталось еще такие но если их не доставал эти все сразу двойные ну и такие для берсерков для самых отбитых самых маленьких мороженых когда ты занимаешься одним и тем же рано или поздно ты доходишь до определенных ступеней потолков таких мини потолков и тебе хочется их преодолевать но не расширяя свой ассортимент свой инструментарий ничего не получится будешь топтаться на месте и за какие-то видимые границы ты просто ему не сможешь перевалить в виду технических особенностей поэтому я считаю что всегда нужно расширяться самая лучшая инвестиция это все-таки в себя в свой инструментарий свои какие-то фишечки и рамоч в этом плане радует он так и делает какой-то надо придумать я еще даже не думал надо с этим разгребтись я заказал свет станок придет число только 14 что на шлифование а здесь лента здесь о прикольно ну чтобы как раз вот эту шмурдень вот это не ручками шлифовать потом на этом фрезер просто фрезой прошелся и все грубой ну представляешь вот эту шляпу сейчас обрабатывать вот это вот все выводить в нолик вот в это вот нафиг так станочку подошел так скруглил закруглил попрошелся и все но никуда не деться если на наращивать объемы и оборотов я считаю что когда-нибудь наступит тот день когда появится чипу в наличии когда лично свой станочек будет стоять и работать потому что ручной труд это конечно лампа во все дела выглядит так не неоднозначно ну то есть видно что такая немножечко неряшливая в кавычках работа ну не это не четкость робота вот это и она там отсутствует видно что человек делает вроде как одну и ту же деталь но но не всегда разное получается с одной стороны это прикольно с другой стороны это гемор потому что это все надо складывать а потом все равно еще равнять двойная работа так вот нет ничего плохого а немножечко автоматизировать свой труд потому что если делать все ручками это не совсем как бы рентабельно потому что время затрачивается в разы больше тратятся силы а деньги по факту такие же если мы говорим о коммерческой жилке а мы в принципе они и говорим потому что рамоч эти ножики не за улыбки раздает он их продают за деньги и я не буду короче бухгалтерию будут выдаваться но это того стоит будет вот такой модель ножа я не знаю зайдет не зайдет сделаю штук 5-10 и посмотрим вот такой для мясников ну для таких маленьких толстых мясников для пуджей таких подрастающих для самых таких отбитых таких ну или для девочек и был ромбонож но что-то я переборщил с размерами серьезно я такое доберу рисуй на картинку смотрю он у него практически он держит у него такой как локоть ноги рису как локоть мой слишком большой начал гуглить у хищника ну там удача был этот самый как он называет вот похоже байонет а у индейца было что-то вроде мачете но мачете уже есть там в принципе угол топ ну да и поэтому не котируется не пойдет надо еще какие а хотел еще сделать раскладные был один такой да я помню у тебя но он не один я делал четыре штуки мешки остался только один станем куда-то видимо продал сказал что потерял скорее всего продал и надо сделать еще бабочку ага да деревянная прикольно но это опять же надо это надо делать да надо делать а задача сейчас другие нынче отставка для горшка я периодически навещала его в течение нескольких дней и наблюдал как двигается процесс да дело не быстро но когда у тебя подряд несколько заготовок с одной и той же задачей то это в несколько раз удобнее и быстрее чем если бы ты занимался только одним изделием от начала и до конца кто хоть приблизительно представляет что такое потоковое производство поймет меня то что тебе скидывал ритуал ритуал да о люто вот тут сидишь так ты особенно какой кинг заходит знаешь стивенкин какие-нибудь ужастики сидишь лучше такой да там дети кукурузы там знаешь ну так слышишь так да прикольно книжка про сатану но может какого-то автора собственно ручной труд ручной все это склеено и я просто сейчас решил попробовать это скрыт лишь поклеена чтобы ленточкой здесь не дрочить у нее не такого поворота здесь засверлить большими форс на сюда сюда а потом просто хоп-хоп пропил что потом можно было с хищником наваляет это берсерк говорят что вероятно что это самка берсерк самка так как мы с рамочем думерки такие вот и он немножко постарше меня и у него более выражена любовь к фильмам из 90-х то есть про хищник и про все вот этот рыбакоп и термике я особо как бы ну не фанатею не так сильно как он но если выходит что-нибудь новенькое из этого списка тайтлов то мы едем смотреть в кино в киношку едем смотреть да вот съездили на хищника на последнего пиздец отстой так или иначе творчество моё творчество творчество этот шлейф боевиков 90-х он все равно как так иногда настигает и об этом часто идет речь реализуется конечно не так часто как идет речь но всему свое время и считаю так или иначе люди стареют все равно как бы и ностальгия является занимать не последнее место в ежедневных ритуалах вот и на этом можно сыграть и мы это и сделаем заберем все последние деньги у думеров хватит хуйню нести вов пожалуйста давай запишем нормально все ебаный твой рот нахуй уже пять почти спать пора сука почему всю ночь сынок что ты сейчас сказал да я горю что-то сказал я говорю ну а про арни игре хищник это вообще откуда все это маза-то пошла ты знаешь он такой нет пошли хочу ходить смотреть подожди мы тут нормально пацанский фильм посмотрим включаем и мы сидим я на кассиве там это кто-то этот позвоночник вытаскивать там с этого все-таки какой же пиздатый материал фанера и неважно поднялась она в цене или нет альтернативных решений я думаю мы уже никогда не найдем если у вас на уме есть какие-то соображения по этому поводу прошу в комментарии будет интересно почитать я сейчас буду как в китайских фильмах так уверен я так сегодня себе руку прищемил рубанком точил и так значит сюда вывожу из птицы пока ничего нет но потом посинеет выводится вы занять конечно очень веселое это же обычный черенок но здесь больше занимает часть вот этот чесать скруглить чтобы в детскую вкладывалась или очень удаляется рубанка вот так сочесал теперь мы просто татья края так скруглить было что-то подобие такого а потом чуть-чуть шлифануть березу вообще легко шлифуется и потом получится вот такая вот эти вот маленькие для чего пойдут на это еще не делал ничего а ты перерисовал до его да тут был слишком большой тот был для меня это для детей ну и рукоять короче на токарника засуну как придумал я когда-то видел такую тему короче нарисовал рисовали надо тоже поделать точить и все готово за 300 лиса за 300 это лиса сразу непонятно что это лиса но вроде лиса теперь плавно начинаем перетекать уже к той теме о которой я говорил с самого начала это коммерческая недвижимость нет ну не нет нет ну нет ну да но нет короче рама с ребятами сделали ремонт в одном помещении и это все не просто так это сейчас потом будет развиваться в нечто интересное и мы будем это все наблюдать я вам попозже об этом расскажу это как бы тема дальнейшего ролика о котором я говорил не все сразу не все сразу вот они сделали о смотри-ка аппарат привезли ты всяческая будет перекос просто по полу раз он стоит просто под углом короче рамоч проект уже закончен так получается что у тебя на канале видоса нет но видос есть где-то на хардах да ну три части про ту хуйню есть про вот эту фигню есть и это все надо сесть и монтировать но я вместо того чтобы монтировать я демонтировал склад а зачем это все сделали какой ваш вообще интерес интерес но мы это сделали мы сделали за бесплатно с целью того что мы получим заменку огромное помещение ну сейчас мы его посмотрим сюда помещение и у нас будет свой лофт с блэкджеком и этими самыми прелестями и отсюда пойдет этот там будут проводить мастер-классы для детей там какие-нибудь мне всю жизнь хочется сказать собрать толпу перед собой толпу детей дать им лобдики сказать здорово щеглы сегодня мы собственными руками будем делать кормушки и доставить достать и достать ящик пива ну и сдавать его под разные мероприятия по дни рождения под мастер-классы еще под штанем отчет хотел сам ну взять варенку или поставить кофе один из плюшками но мне кажется отсюда надо другую часть перенести посмотри как он стоит не в том плане что угол такой смотри ты видел здесь здесь перепад перепад этого пола практически полметра от того угла на мой взгляд получилось очень мило ничего лишнего и доступно по материалам вполне адекватный современный подход дальше по плану идет большой сюжет которая вбирает себя последние наверное три месяца моей жизни большие перемены и я не хочу с ним торопиться я хочу чтобы он был таким каким я его запланировал чтобы ну это важно я не могу так с конточка его делать поэтому в следующей недельке думаю все будет так что пока это все до свидания